В Ишевке прошел штаб по комплексному развитию региона. Губернатор Сергей Морозов поставил задачу перед членами правительства контролировать выполнение поручений муниципальных образований. Одним из главных вопросов продолжает оставаться ситуация с коронавирусом. Почти 80 с лишним процентов коек занято. А по одной простой причине, коллеги, проезжая муниципальное образование, просматривая из окна, как себя ведут люди и в общественных местах, и в транспорте, и в целом даже в домах, видишь о том, что никто не хочет ничего соблюдать. А как мы собираемся решить проблему? Мы каждый день почти под сотню человек фиксируем, регистрируем, как люди, у которых выявлен коронавирус. Глава области призвал жестче следить за соблюдением всех санитарных мер и остановить рост числа заболевших. В регионе наметилась позитивная динамика, отметил губернатор. Но она пока еще хрупкая. Важно выявить всех заболевших. Для этого открыта еще одна лаборатория, работа которой охватит весь юг области. Помощь должны получать и те, кто борется за здоровье людей. Речь идет не только о врачах, работающих с коронавирусом. Губернатор подписал указ о поддержке студентов-медиков последних курсов и ординаторов на период пандемии. В соответствии с указом принято решение о выделении дополнительных финансовых ресурсов. По 5000 рублей будем выделять обучающимся по образовательным программам высшего медицинского образования. Губернатор напомнил, что в области действует значительное количество мер поддержки для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Появилась еще одна. При обращении в органы соцзащиты им будут раздаваться маски и перчатки. Поддержку получают и социальные работники. На прошлой неделе в пятницу прошло совещание с Министерством труда Российской Федерации, где подробно до нас был доведен порядок предоставления всех этих выплат. И по рекомендации Министерства труда Российской Федерации предложено дублировать поддержку региональную федеральными выплатами. Таким образом, сотрудники, которые сегодня находятся на самоизоляции вместе со своими подопечными, получат серьезные суммы стимулирующего характера. И я думаю, что мы в полном объеме их закроем. Раздают нуждающимся индивидуальные средства защиты благотворительной организации. Поддержку на эти цели они будут получать из областного бюджета. Благотворительной деятельностью должны заниматься как можно больше людей. Ульяновским госслужащим предоставят один оплачиваемый день в году для занятий волонтерством. Ни в одном регионе Российской Федерации нет такого подхода, чтобы мы любому из вас сказали, ты сегодня на работу не приходишь. Но ты за сегодняшний день деньги получишь в полном объеме. При условии, что ты сегодня посвятишь свой день волонтерской деятельности. Классная, замечательная, восхитительная идея. Начать губернатор предложил уже в субботу. На Соборной площади стартует очередной караван добра. Он доставит помощь для жителей южных районов области. Одним из главных направлений деятельности в области продолжает оставаться социальная поддержка из семей с детьми. Не до конца решен вопрос обеспечения льготным питанием детей из малообеспеченных семей. К сожалению, до настоящего времени в силу определенных организационных процедур, связанных с контрактной системой с нашей, не удалось на 100% обеспечить всех деток до трех лет по муниципальным образованиям полноценным питанием. Так, проблемы на сегодняшний день сохраняются, хотя и обеспечение продолжается. Проходит реформирование системы представления питания. Оно включает в том числе создание молочных кухонь. До 1 июля планируется утвердить законопроект, где все изменения будут закреплены. Есть проблемы по обеспечению двухразовым горячим питанием детей инвалидов в школах. Если с образовательным учреждением под ведомством регионального Минобора вопросов нет, то у муниципалитетов есть проблемы. Что касается муниципалитетов, к сожалению, вопрос не решен до конца. И надо сказать, что рекомендация, которую сказала Екатерина Вячеславовна, нами отправлялись еще в 2018 году. Нас, к сожалению, услышали не все муниципалитеты. Вот на сегодняшний день в трех муниципальных образованиях Корсунский, Сурский и город Ульяновск до сих пор не выполняется требование федерального законодательства. В исключении поговорили о пассивной кампании. Она близится к завершению территории всей области. Губернатор призвал заняться организацией мини-фермы по соцконтракту. Это поможет улучшить положение в региональном живопроводстве. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ.